всем привет я марина коробка контент менеджер и копирайтер в компании power code если вы еще не подписаны на наши каналы я вам очень очень рекомендую это сделать особенно на наш youtube канал где вы сможете уже сейчас как сейчас я надеюсь вы досмотрите мой метап и после этого посмотрите наши предыдущие метапы они очень-очень интересные очень познавательные на абсолютно разнообразные темы бэк-энд фронт-энд project management кио и даже искусство я очень рекомендую посмотреть наш метап про digital art и технологии сегодня я вам расскажу о том как не навредить своей компании своими действиями или своими текстами погнали эти типы текстов этот далеко не все корпоративные тексты с которыми вы будете сталкиваться но по сути это ваше минное поле и если вы любитель немножко так схалтурить сплагиатить немножко потасовать данные для получения в там сиюминутного результата рано или поздно на этом минном поле подорветесь вы как специалист и репутация вашей компании поэтому вот с слоганами smm постами особенно кейс-стадии пресс релизами и так далее пишем предельно осторожно самые скользкие места на этих местах подскальзываются как новички так и довольно опытные специалисты что ну вообще не гуд особенно на проверке фактов соответствие темы и содержимого а я особенно все остальное чушь там давайте рассмотрим поближе каждый из этих пунктов проверка фактов во многих случаях неверные если вы в своих текстах употребите какие-то факты которые окажутся неверными скорее всего в большинстве случаев там какой-то глобальной катастрофы от этого не произойдет но как минимум пользы вам это тоже не добавит ни как специалисту не как компании вот например что касается проверки фактов возможно вы когда-то слышали рассказ или не слышали читали как в статьях так и в книгах про один довольно известный бренд бренд спортивной продукции который еще у которого случались кражи на производстве и они решили эту проблему так что там например левая кроссовка делается на одном заводе правая кроссовка делается на другом заводе через там километры и километры и в абсолютно разных источниках почему-то указан абсолютно разнообразный бренд где-то это рыбок где-то это nike где-то это adidas где-то вообще пятое-десятое ну как бы сами понимаете эти источники они уже не не reputable source отдельным пунктом я бы выделила проверку фактов и пункт термины почему мало кто из копирайтеров может похвастаться довольно глубокими знаниями в разработке но как правило тексты пишут они и также часто встречается что эти тексты они в итоге не перепроверяются техническими специалистами что довольно таки плохо и представьте такую ситуацию вот например копирайтер пишет статью про разработку android приложений и то ли там по незнанию или там или там под недоглядению вместо технологии я в которые используются для разработки именно android приложений пишет я вас крипт и реакция может быть абсолютно разнообразная кто не в теме он этого ляпа вообще не заметит кто немножко в теме этот человек сразу поймет что ни один технический специалист эту статью в глаза не видел перед тем как ее опубликовали ну и представьте что этот этот человек который немножко разбирается в разработке это ваш потенциальный заказчик как бы представьте себе эту ситуацию и кто уже хорошо разбирается в разработке ну они подумают во первых то же самое ну и некоторые могут даже сказать серии ну не знаю раньше и за меньшую ересь на кострах сжигали так что факты термины обязательно перепроверяете перед тем как опубликовать ваши тексты все-таки от этого во многом зависит репутация и экспертность вашей компании в глазах ваших будущих или нынешних партнеров заказчиков и так далее это скриншоты с шести разных статей и если вы сейчас или не сейчас позже зайдете на сайт пейпала в соответствующий раздел вы там прочтете фразу we are available in more than two hundred countries slash regions то есть мы доступны на территории более чем 200 стран и регионов вот казалось бы убрали одно одно несчастное слово и насколько сильно мы исказили то что есть по факту пройдемся по статистике здесь я вам нашла пример хорошей полезной статистики и бесполезной статистики хорошая релевантная статистика имеет следующие критерии это ссылка на источник то есть на первый источник особенно если вы изначально увидели какую-то статистику например на сайте вашего фирмы вашего конкурента желательно перейдите по ссылочке на первоисточник и посмотрите что написано там также надежность источников точно также желательно брать статистику не с сайта какого-нибудь там вася пупкина а например там статистам также год составления статистики до недавнего времени считалось хорошая релевантная статистика это та которая была составлена в промежутке за последние пять лет то есть начиная сегодня и в прошлое пять лет назад но как возможно вы могли заметить в конце 2019 года в мире почти все пошло по пути неисповедимому и сейчас статистика особенно статистика прогноз которая составлена до 2020 года в эту статистику можно только рыбу заворачивать статистика которую мы видим первый почему она хороша во-первых первый источник здесь мы видим какой-то отчет также мы здесь видим ссылку на первый источник здесь мы видим четкие цифры здесь мы видим прогноз аж на двадцать шестой год и исходная точка у нас двадцатый год то есть статистика хорошая просто ням-нямко хватаем и бежим использовать в своих текстах что касается плохой статистики в первом примере я надеюсь вам его хорошо видно сейчас вы видите что нет абсолютно никаких цифр и вот например фраза in the next five years она да цифра 5 здесь есть но как бы начиная с какого года то есть информативности здесь ноль вторая статистика из плохого примера в принципе это статистика довольно неплохая когда-то была лет пять назад сейчас для нас она точно так же для нужд статей такая статистика как правило абсолютно бесполезно разве что если вы пишете какое-то исследование там на было стало поэтому со статистикой тоже не халтурим любой текст должен быть последователен в подаче информации и иметь адекватную сложность в зависимости от вашей целевой аудитории например если вы пишете там какой-то текст ориентированный на разработчиков даже если это какие-то более-менее начинающие разработчики ваш текст не должен звучать там серии когда бэк-энд и фронт-энд любят друг друга очень-очень сильно они берутся за руки закрывают глаза и у них рождается замечательная саз платформа вот такого у вас не должно быть то есть вы не пишете для детского сада вы не пишете этом никакой там букварь нужно всегда иметь подачу текста в зависимости от вашей целевой аудитории на экране вы можете видеть очень замечательную фразу переводится как она как озадаченный ум всегда отказывается и как видите цитата настолько замечательная что ее присваивают все кому не лень и в действительности так и есть если и так в абсолютно всех сферах в жизни не только в текстах не только в бизнес текстах везде если человек чего-то не понимает ему проще развернуться и уйти и пойти к тому месту где ему понятно поэтому ваш текст не должен вызывать реакцию как а чё этот текст со мной говорит как с тупым я ж не тупой точно также и не должен вызывать реакцию что-то я как-то вообще не понял пойду пойду почитаю там где проще то есть первый вариант плох второй вариант плох итог один и тот же читатель особенно обидно если это ваш потенциальный клиент разворачивается и уходит и больше он к вам не возвращается при украшивании действительности вот один из моих самых любимых пунктов скажу по своему личному опыту подобным довольно часто и довольно много грешат все у менеджеры маркетологи и пиарщики которым вот прям нужно нужен сию минутный результат вот вот прям сейчас сейчас несите нам ваши деньги нашему тексту и такой подход он является деструктивным особенно в долгосрочной перспективе то есть мы никогда не приукрашиваем какие мы хорошие и не принижаем наших конкурентов такой подход он крайне неправильный особенно сейчас когда в тренде мы наблюдаем по сути рытье в прошлом конкурентов и возможно вам скорее всего вам попадались на глаза новости где в человека который хочет стать на ступенечку немножко выше чем он сейчас его конкуренты просто смешивают его с грязью там например за то что этот человек в колледже надел какой-то не такой костюм который вот сейчас на этот костюм бы обиделись поэтому давайте сейчас не пускать этого человека туда куда он хочет плохой-плохой поэтому этот этот подход он плохой-плохой можете мне поверить конечно в основном мы в вот такое рытье в прошлом конкурента в основном видим в политике одно в бизнесе это также присутствует то есть все что вы напишите и опубликуете сейчас может быть использовано против вас против вашей компании через какое-то время если не сразу что касается фраз вот мы номер один на рынке услуг мы лучше и тому подобное google уже последние несколько лет врать не буду не знаю сколько лет в рекламе в google и зах не пропускает такие фразы то есть угол требует если вы самые лучшие самые первые самые офигенные сначала докажите потом пожалуйста пишите сколько влезет естественно естественно мало кто может похвастаться что и номер один так дальше если вы любитель в рекламе своих статьях в пресс-релизах написать мы первые в мире создали внедрили и так далее и тому подобное не перепроверив а действительно ли вы являетесь там первыми в мире в стране в своем городе если окажется что вы как минимум вторые а то и десятые кто сделал то что вы на что вы заявляете как пионеры свое первенство ну тогда не обижайтесь что у вас как специалиста и у вашей компании будет репутация среди клиентов среди партнеров и так далее репутация балаболов будем называть вещи своими именами отдельно стоит рассмотреть пункт повести о конкурентах какими бы некомпетентными бестолочами в не были ваши конкуренты никогда не позволяйте себе плохо о них отзываться особенно в разговоре с вашими нынешними заказчиками или будущими заказчиками то есть говоря плохо о ком-то другом вы прежде всего говорите плохо о самих себе и у вас никогда не должно быть рассказов и серии ой переделывали мы как-то одну софтину для банка сложная такая была так вот представьте тех кто вот фирма которая делала до нас вместо микросервисной архитектуры монолитную им запилила господи как средние века у той ей богу полночи сидели за ними переделывали от некомпетентности так глаза непроизвольно закатывались крепатура на утро у всех было то ли дело мы мы никогда так не сделаем у вас с нами всегда все будет лучше всех вот такого никогда себе не позволяем ok подобные фразы как правило возникают из-за недостаточного знания английского языка терминологии и реалий страны для которой вы пишите текст вот например спешил маркетплейс ну спешил и спешил ну нормальная фраза чё пристала но в англоязычных странах уже на протяжении последних нескольких лет чтоб не соврать возможно лет десять а то и больше слово спешил является эфемизированным синонимом к обозначению в человека с у которого проблемы со здоровьем то есть чтобы не обижать кого-то человека которому его здоровьем могло бы быть лучше и добрее к этому человеку о нем говорят эй person with special needs то есть а теперь представьте вот зная эту информацию хотели бы вы применить слово спешил к своему продукту сомневаюсь очень советую кроме обычных словарей заглядывать в словаре сленга ознакомливаться с идиомами и так далее вот например urban dictionary замечательный ресурс и вы из него просто очень-очень много почерпнете интересного и полезного иногда шокирующего идем дальше варианты английского языка я уверена по крайней время хочется быть уверенной что все вы знаете что в разных англоязычных странах ходят разные варианты английского языка в сша американский вариант в великобритании британский вариант и это отражается в отличие спеллинга то есть написание слов поэтому если вы как специалист делаете в тез копирайтеру обязательно указывайте для какой страны для какой локации предусмотрен этот текст чтобы копирайтер знал под какой спеллинг ему нужно подстраиваться также кроме спеллингов могут быть и различия в смыслах слов но вот например слово нет в американском варианте как правило слово нет является синонимом к слову и гуэй то есть сердитый в великобритании его чаще используют как синоним к слову crazy то есть все безумный в корпоративных блогах картинки я бы даже сказал вот такие чизы картинки с бесплатных фотостоков уже давно являются моветоном в своих статьях старайтесь использовать визуал картинки которые несут в себе либо отдельную информацию то есть дополнительную либо как-то они усиливают ваш текст и также очень желательно чтобы картинки в ваших статьях отображали ваши корпоративные цвета и ваш корпоративный стиль то есть если у вас есть бренд цвета очень желательно чтобы графики таблицы были представлены в ваших текстах и вместо вот этих картинок слива плагиат и его последствия в наши дни вроде бы как уже пора понять принять и смириться с тем что нельзя использовать чужую интеллектуальную собственность и не только интеллектуальную как видите возможных последствий плагиата не так много в основном их 5 но по по своей взрывоопасности они каждый вот просто как ядерный гриб вот и в каждой стране плагиат является довольно серьезным правонарушением и если вы были вовлечены в скандал связанные с плагиатом а иногда и даже если вы просто рядом постояли с этим скандалом есть практически стопроцентная вероятность что ни один большой бренд мы серии там coca-cola или не знаю тот же adidas mercedes в жизни никогда не захотят обратиться к вам за за вашими услугами и тем более они никогда не разрешат вам указать свое имя как своего партнера своего клиента и так далее и это конечно очевидно но я все равно все равно скажу ваших клиентах ваших клиентов тоже очень очень сильно насторожит то что как бы слово плагиат оказалось вообще рядом с вашим именем и как бы насторожит есть такая вероятность что все ваши клиенты так вот у них закордется мысль а не делают ли они что-то с моей идеей втихую поэтому плагиат это это очень 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 плохо для репутации будьте хорошими зайками никогда не плагиате несоответствие темы и содержимого я не знаю как у вас но у меня это практически главная причина моего личного подгорания как профессионала так и как человека который просто читает статьи которые ему интересны на слайде вот вы можете видеть замечательный классический пример когда вот убиваем и какой-то запрос в данном случае я вбила запрос последствия плагиата и как бы вот мы видим название статьи переводим наши глазки на содержание статьи и мы видим что название и содержание это как две прямые которые там друг другу стремятся но но не пересекутся и это неправильно сейчас из-за того что многие я надеюсь не уже немногие но некоторые скажем некоторые seo специалисты для достижения скорейшего результата не очень обращают внимание на вот эту проблему не ориентируется в основном на то что вот текст мы пишем для гугла а нужно писать на 70 процентов для читателя и только на 30 процентов для гугла все-таки как правило наши тексты ориентированы на привлечение заказчиков удержание заказчиков или клиентов и так далее и представьте что вы сами как там клиент присылает вам компания там какую-то статью вот пожалуйста ознакомьтесь с нашей экспертизой может вот вам будет интересно и ваш потенциальный заказчик начинает читать и как бы сначала он видит название а потом видит что ну названию и к тому что его интересуют содержание статьи вообще не относится вот это это очень очень плохо иногда читаешь текст и и прикидываешь сколько пожаров можно не потушить настолько в нем много воды как правило такие в водянистые тексты появляются от непониманием темы тем кто пишет пишет статью или от недостаточно точности информации то есть вот например если вы дали задание человеку написать тексты для сайта обязательно дайте человеку как можно больше конкретики чтобы всем по максимуму мог в хорошем качественном свете раскрыть вашу экспертизу ваши услуги и тому подобное то есть как правило для потенциальных заказчиков ну для них фразов там я не знаю меняем будущее чать не хотели на эту фразу они хотят знать что вот они у вас получат mvp шикарного качества за две недели а то и раньше вот старайтесь давать людям конкретику вода бывает и в совсем коротких текстах вот казалось бы то ли разбавляем статью водой то ли там буквально какую-то маленькую фразочку например вот вам нужно описать плюсы вашего товара доходите вы там до упаковки и не знаете что написать пишите идеальная упаковка а что такое идеальная упаковка ну я не знаю как для вас для меня лично для меня идеальная упаковка это сумочка гермионы то есть она вот такая вот малюсенькая а в нее помещается половина квартиры это бесспорно идеальная упаковка но к сожалению такое не существует если вы знаете что такая существует обязательно мне напишите в данном случае абсолютно не информативная идеальная упаковка вы можете заменить очень информативными словами там долговечная упаковка прочная упаковка красивая упаковка экологичная упаковка но он заменив одно слово вы просто полностью меняете весь весь смысл и с не очень качественного на очень качественный в бизнес текстах юмор сленг идиомы и тому подобное очень похожи на тонкий лед под который просто очень легко провалиться как вам и потащить свою компанию туда же если вы не уверены на все 200 процентов что в ваша шутка или там ваша эрудиция будет понятой и хорошо воспринято читателями лучше отложите эту шутку стол придет когда-нибудь ее звездный час просто не сегодня вот здесь на сайте на слайде пример просто замечательного использования идиомы elephant in the room то есть что что-то очевидное но игнорируемое сегодня скажем так много людей знает что пить пив не так востребована как многие другие технологии и потихонечку-потихонечку так позиции у неё так ниже-ниже потихоньку ниже но меньше людей узнает что кроме логотипа и есть также замечательный маскот в виде слоненка и копирайтеров вот в данном случае очень по моему субъективному мнению просто замечательно вписал вот такую пасхалочку в во вступление статьи о технологии печки то есть по моему скромному мнению это просто замечательный пример так идем дальше личное мнение как говорится ты можешь быть бесконечно прав но какой в этом толк если твоя компания будет плакать если ваше личное мнение или личная позиция на какой-то вопрос или проблему не совпадает с общепризнанным и самое главное не совпадает с официальной позиции компании то озвучивание своего личное мнение мы переносим на свои личные страницы подальше от корпоративных но от себя я бы сказала что перед и перед тем как озвучивать мнение на личных страницах если у вас большие карьерные амбиции лучше лишний раз так сказать переспите с этой мыслью и подумайте а не скажется ли эта фраза негативно на вашей карьере там через пять через десять и через двадцать лет вот вам свежий пример буквально с пылу с жару буквально на днях директор церемонии открытия олимпийских игр в токио был уволен за шутку которую он сказал в девяносто восьмом году на своем стендап выступление то есть девяносто восьмой год это больше двадцати лет назад тогда ему было смешно сейчас ему вообще не смешно высказывать личное мнение важно и нужно но стоит понимать и помнить что это может быть наказуемо вернемся к корпоративной репутации публика всегда относилась по-разному к проколам от проколом о простых смертных то есть обычных людей и там какой-нибудь маленький семейный бизнес и совершенно по-другому публика реагирует на проколы каких-то больших знаменитостей и владель владельцев довольно больших корпораций и если там простой человек как-то накосячит и там скажет простите меня пожалуйста совершенно не знаю что на меня нашло я правда больше так не буду не хотел никого обидеть публика скорее всего скажет ладно все мы люди бывает ты конечно больше так не делай ну прощаем и в то же время если перед публикой будет извиняться на косятиша довольно большая звезда или там все о какой-то большого бренда большой корпорации насколько бы искренне человек не приносил свои извинения есть очень большая вероятность что публика отреагирует негативно и там все равно скажет там бог простит вот накосячил теперь искупляй свои грехи и страдай как видите такая несправедливость но сама ему то моему комментарии на эмоциях как бы сильно у вас не полыхала на какой-то не очень приятный фидбэк вашему тексту никогда не отвечайте на эмоциях все равно даже если вам кажется что вы ответили нормально есть очень большая вероятность что вам кажется я сама довольно эмоциональный человек и бывали такие случаи когда там на мои чем smm посты которые я писала для одной из компаний приходили не очень не очень хорошие комментарии и чтобы знать что я нормально нормально отвечу на вот этот ответ я просила своих коллег сначала прочесть прочесть тот ответ который я хочу опубликовать и объективно сказать мой комментарий он потушит этот огонь или наоборот серии горит сарай горе и хата поэтому на эмоциях никогда не отвечаем и также скажу что не отвечать это тоже очень плохой вариант иногда это даже хуже чем если бы вы в там ответили что-то не очень приятное поэтому в комментарии даже обидные плохие старайтесь не игнорировать и нивелировать их иногда даже самый хороший самый добрый текст может превратиться в репутационную катастрофу если переборщить с креативом или если держать себя в каком-то репутационном инфарм простите информационном вакууме здесь вот очень такие яркие наглядные примеры в свое время фотография с одежда с надписью coolest monkey in the jungle и постер everyone is normal inside свое время наделали довольно много шума и создатели этих продуктов этому шуму были ой как не рады что касается постеров посерединке видим текст абсолютно family friendly но переводим наши глазки на картинку и слово было уже приобретает интересное новое значение не совсем family friendly еще два интересных примера замечательный посыл спасем китов как бы добрые все хорошо но переводим глаза на визуальную составляющую и уже этот текст воспринимается как ну просто оскорбление и троллинг людей что касается примера справа ну панические атаки депрессия тревожность и так далее ну это очень сомнительные бенефиты к вы согласитесь то есть здесь представлены примеры которую вот как делать нельзя поэтому если у вас очень большое желание покреативить я на это процитирую роса из друзей лучше сделайте как-то приглушите свой креатив либо соберите несколько фидбэков не будет ли ваш креатив кому-то оскорбителем и не отразится ли он негативно на репутации в вашей компании и у вас как специалиста в заключение я написала вам небольшой чек-лист которые вот пожалуйста используйте для написания ваших замечательных текстов для продвижения ваших замечательных компаний и таких же замечательных продуктов в заключении хочу сказать спасибо что дослушали мой доклад до конца надеюсь он вам был полезен вы узнали что-то что-то для себя новое что-то полезное но или хотя бы хотя бы просто улыбнулись обязательно присылайте ваши фидбэки нам всегда важно и нужно знать насколько качественно мы делаем наши метапы кроме фидбэков обязательно присылайте ваши пожелания а чтобы вы хотели услышать на следующих наших метапах и вообще какая сфера вам наиболее интересно вот например хочется вам больше по проект менеджменту не сидите не молчите говорите нам мы всегда слушаем слушаем прислушиваемся к вашим пожеланиям также если вы еще не подписались над наши каналы я вам очень рекомендую подписаться на наш инстаграм facebook linkedin чтобы не пропускать наши новости и полезности и на наш youtube где вы уже можете посмотреть несколько наших предыдущих метапов они просто замечательные их как бы это все метапы от специалистов которые занимаются тем чем занимаются на протяжении нескольких лет это реально ведущие специалисты и говорят вам о своем опыте совершенно бесплатно поэтому вот приходите к нам и обязательно подписывайтесь следите за новостями приходите к нам через месяц на наш новый замечательный этап спасибо за внимание и делайте офигенно в мире и так много людей которые делают среднем все всем пока хорошего вечера спасибо что пришли пока на